Итак, всем привет, с вами Салат Машика, и сегодня у меня для вас новости на 25 число 9 месяца 2018 года, и опять-таки, ночь с понедельника на вторник была довольно тихая, но немножечко новостей есть, поэтому давайте обсудим, что же у нас происходит. В первую очередь, это то самое техобслуживание, оно прям недавно закончилось, поменяли одно железо на другое, кое-что обновили, вроде как всё работает по-прежнему, я бы не сказал, что работает лучше, у меня до сих пор проблемы с соединением. Наверное, разрабы готовятся к возможному наплыву игроков, который может быть связан с выходом фортуны, потому что, как вы помните, на Танаконе, когда он только закончился, куча людей нагремела, вошло в варф и всё поломалось, вероятно, на всякий случай подосторожности были сделаны, но опять-таки, по живому виде, может быть, жизнь станет немножечко проще. Касательно к консоли, новостей не очень много, ожидается касательно патча, что патч отправит на сертификацию на следующей неделе, поэтому вам осталось ждать не то, чтобы слишком долго. Касательно содержания, говорят, разрабы там будет Deluxe Nedge, часть 13-го Танагена, которого здесь с пор нету, ну, соответственно, всё, кроме скинного фрейма. Также Pride Parus у вас сначала запустится, потом в этом же обновлении будет Чумная Звезда. Также добавят некоторые мелкие изменения, например, было подтверждено, что добавят удешевление крафта ключей на заражённого лада, снижение, сделают требования по маякам анима и крафтам апотик и восход, другие изменения, другие подробности, сказали разрабы, скажут позже. И, собственно, вторник, который грядёт уже этот день, это будет большой день для всех платформ, потому что случится достаточно много вещей. Опять-таки, разрабы нам немножко помогли с обобщением всей инфы. Во-первых, это означает то, что конец хранилища наступит, то есть Никс, Рина и все шмотки, которые с ними были, они, наконец-то, опять войдут обратно в хранилище, и больше формануть их будет нельзя, в том плане, что реликвии перестанут дропаться. Те же, кто форманули или же не потратили реликвии, у вас это дело останется, все будут передаваться. Валька, основной снаряга, уйдёт в хранилище первый раз, поэтому здесь тоже все дело имеется, если вы до сих пор не форманули вальку, сейчас самое время рвать когти. Лимбо Прайм Доступ также будет заканчиваться, опять-таки, реликвии ещё надолго в игре будут, но Лимбо Прайм Доступ означает то, что нельзя будет купить у разрабов за донат, со всякими аксессуарами и так далее. И самый главный номер дня, это запуск Хрома Прайма, опять-таки, там Хрома Прайм, Грэм Прайм, Рубика Прайм, всё соответственно. Стоит ожидать, я бы сказал, выхода Хрома Прайм где-то к вечеру, около 21.00 по МСК, но канадцы, как обычные канадцы, точно время нам не сказали, поэтому надеемся на 21.00 по МСК, но чёрт его знает, будем фармить на стриме, если что, заходите. И маленький минуточка рейта, потому что люди тоже любят обсуждать, как можно улучшить нашу любимую игру. Например, было предложение, чтобы можно было вставлять моды в снаряжение, и, например, если не хватает вместимости, эти моды бы красились в серый цвет, но всё равно бы вставлялись, активировались по мере прокачки, собственно, вашего фрейма, например, прямо во время миссии. Идея была безумно поддержана всеми, правда, от раза бы в комментариях, если он не было, ну, должны были разрабы увидеть. Но, так или иначе, идея довольно неплохая, по-моему, так раньше было в старых тёмных секторах, кстати говоря, потому что вы моды одевали, но всё равно ваш фрейм и всё оружие начиналось на левого ранга, и пока вы прокачивались, по идее, моды активировались. Но, может быть, чё я запамятовал. В принципе, бы механика, при которой можно было вставлять моды и не бы активизировались, довольно бы помогла при прокачке. И, также, людей на рейте немного смущает большое количество беготней без столка на равнинах в заказе Чемной Звезды. Я не знаю, как вы чувствуете по этому всему делу, например, когда вы выходите из ворота, и вам говорят, пили 2 километра туда, потом полкилометра туда, потом полкилометра туда, потом полкилометра туда, в общем, такая себе беготня. Не знаю, правильно-то или нет, пишите, что думаете по этому поводу, но, насколько я знаю, такая проблема есть только с заказом Чемная Звезда, во всех остальных заказах бегается всё более-менее. Ну, а всем у меня для вас всё, так сказать, немножко тихий день или же ночь стоит отметить, но будем ждать, когда выйдет Chroma Prime, и тогда начнётся жаркий фарм. Ну, а всем у меня уже точно всё, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока!